На авиатора в полном ходу идет строительство школы. Залить монолит подрядчик обещает к концу августа. Из ветхого жилья в благоустроенные квартиры смогут переехать жители села Тельвиска. Здесь идет подготовка к возведению 24-х квартирного жилого дома. Стратегия развития Ненецкого округа на ближайшие годы может появиться уже в сентябре. Ее разработают участники образовательной программы развития региональных команд. Футбол на большом экране. Посмотреть матч Россия-Хорватия. Болельщики из НАУ смогут в большой кампании под открытым небом. На территории турцентра хотят разместить фан-зону. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Нижалова. Здравствуйте. Возведение корпусов школы в микрорайоне авиаторов завершится к концу августа. Об этом главе региона Александру Цибульскому сообщил директор компании «Версэм» Игорь Резниченко во время рабочей поездки в Рио губернатора НАУ по строящимся объектам. Для завершения строительства четырех корпусов школы необходимо будет залить около 5000 кубометров монолита. Эта работа завершится к концу августа. После этого в зимний период застройщик будет подключать здания к коммунальным сетям. Школа на улице авиаторов, которая рассчитана на 700 мест, будет представлять собой целый комплекс зданий и сооружений, подобных которому в Ненецком округе ещё нет. Всего на территории будет расположено четыре здания. По одному начальной и основной школ, спортивного зала и столовой, ещё одного спортзала и актового зала на 300 мест. Сейчас строительство идёт с небольшим отставанием от графика. Это связано с технологическими процессами. В течение трёх месяцев подрядчик войдёт в график и планирует уложиться в сроки. В этом году мы планируем в зиму идти так, чтобы можно. Сейчас завершим здесь моделит и выполнить все сети. Тут канализация, допустим, выполнена, вода выполнена частично, тепло ещё не выполнено. Запитка тепла вот с этой котельной. С этой котельной планируем подать, чтобы во все здания, чтобы можно было с этим демо включать тепло. А то, что из офицера, значит, однозначно планируем подъять монолит. Это порядка 5000 квадратных метров. Куботнический, кубот, да, кубот остаток монолита залить. Работы по заливке монолита подрядчик планирует завершить к концу августа. Параллельно будет вестись кладка, устанавливаться окна. Все здания будут соединены тёплыми переходами. Особое внимание будет уделено инфраструктуре объекта, в частности, спортивным пришкольным площадкам. Их общая площадь составит порядка 1600 квадратных метров. Здесь будет поле для мини-футбола с покрытием. Его можно же будет заливать, то есть зимой это будет хоккейная площадка. И там располагается поле для волейбола, для баскетбола. Значит, яма для прыжков в длину, 100-метровка. И тут вот полоса препятствий. Кроме этого, у школы будет свой автокласс площадью 200 квадратных метров с автогородком, детская игровая площадка для групп продлённого дня и внутренний зелёный дворик, где можно будет проводить различные мероприятия. Согласно условиям контракта, завершить строительство школы необходимо к ноябрю 2019 года. Общая стоимость объекта составляет 1,8 миллиарда рублей. Школа строится с привлечением федеральных средств. Мария Владимирова, Александр Бабрякович, Антон Водряков, Телеканал «Север». На Редмар-Дорим-Строй продолжает реконструкцию участка магистральной дороги улица Монтажников, угольная, юбилейная с участком до улицы Губкина. В рамках проекта до конца октября 2018 года планируется реконструировать магистральную улицу протяжённостью 1337 метров и увеличить протяжённость улицы Губкина на 619 метров. Для замены водопропускных труб предусмотрено строительство железобетонного мостового перехода протяжённостью 60 метров. Самый сложный этап в реконструкции дороги, которая соединит город и посёлок Искателей, возведение железобетонного моста позади. Сейчас предстоит установить освещение, уложить тротуары и сплит. Для завершения работ на мосту осталось только асфальтирование. То есть у нас 20 июля, точка освещения, да? Это тоже точка не вызывает. По щебню. Да, это мы уже не можем не влезть в рамках. Мы просто можем попасть на плохие погодные условия, и в итоге мы не положим асфальт. Да, не положим асфальт. Да, не положим асфальт. А нужно для отсыпки щебня, не для асфальта. А для асфальта ещё что нужно? Битум мы заказали. И минпорошок. А битум заказал? Завтра я заключусь на минпорошок. По крайней мере, нашли поставщиков, кто сработал. А битум заказал? Битум я заказал на два объекта в центре города. А сюда тоже почти 600. Завершение проекта по реконструкции новой дороги запланировано на октябрь текущего года. В Тельвиске построят жилой дом, рассчитанный на 24 квартиры. Торги по аренде земельного участка для возведения объекта, по словам главы муниципального образования Александра Чурсанова, проведены. Дом примет переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Кроме этого, в нём предусмотрят квартиры для специалистов. Дом, возведение которого запланировано в селе Тельвиска, будет иметь полное благоустройство. Создание комфортных условий проживания, отмечает глава муниципалитета, позволит привлечь в село квалифицированные кадры. Эта проблема очень серьёзная. Для того, чтобы привлечь человека на село, работать, его, прежде всего, необходимо обеспечить нормальными жилищными условиями. Чтобы у него была тёплая квартира, чтобы у него была холодная горячая вода, чтобы он нормально мог готовить пищу. Он отработал, пришёл домой, он не должен думать, чтобы ему нарубить дров, наносить воды. Поэтому эту проблему мы тоже будем решать. Среди проектов, которые будут реализованы в селе уже текущим летом, установка универсальной спортивной площадки, ограждение временного участка для ТБО и завершение работ по текущему ремонту общественной бани. Впервые за 38 лет в детском саду посёлка Красное проведут капитальный ремонт. Согласно проведённым конкурсным процедурам, работы выполнит частное предприятие «Капиталстройнау». В результате торгов стоимость работ обойдётся окружному бюджету в 35,5 миллионов рублей. При начальной максимальной цене контракта почти 52 миллиона рублей. Поручение отремонтировать детский сад дал глава округа Александр Цибульский в ходе своей рабочей поездки в посёлок. Это будет первый масштабный капитальный ремонт данного здания с момента его постройки 1980 года. В процессе проведения ремонта будут обновлены практически все конструкции, элементы и инженерные сети здания. Согласно условиям контракта, работы по капитальному ремонту здания детского сада в посёлке Красное должны быть завершены в конце октября. На рассмотрение парламентариев внесены поправки в закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона. Данным проектом предлагается переложить с плечей граждан на окружной бюджет дополнительные виды работ. Цель поправок – приведение документов в соответствии с действующим федеральным законодательством и повышение финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта общего домового имущества. На сегодняшний день есть такое понятие, как финансовая устойчивость фонда капитального ремонта. Мы, по данным Минстроя, находимся на 82-м месте по этому показателю. Поэтому мы предлагаем убрать часть видов деятельности из обязательного перечня, перевести их в необязательный перечень и субсидировать их за счёт средств окружного бюджета. Данным проектом предлагается переложить с плечей граждан на окружной бюджет дополнительные виды работы. Это позволит увеличить финансовую устойчивость системы капремонта и использовать средства граждан для ремонта большего количества домов. По словам Александра Лидера, в соответствии с краткосрочным планом на эти цели в ближайшие три года из окружного бюджета потребуется порядка 22 миллионов рублей. Депутаты окружного собрания рекомендовали доработать представленный законопроект с учётом замечаний экспертно-правового управления. Перечень прочих потребителей, имеющих право на льготы по оплате электроэнергии, расширится. Соответствующие поправки в окружной закон о льготах по оплате электрической энергии на территории Нинистского округа рассмотрели в собрании депутатов. Законопроект представила инициатор депутата окружного собрания Наталья Кордакова. Производство и передача электрической энергии на селе осуществляется с использованием изолированных дизельных электростанций. Это обуславливает высокую себестоимость производимой поставщиками электроэнергии и, соответственно, более высокие тарифы по сравнению с Наринмарской электростанцией, работающей на природном газе. Действующим законодательством льготный тариф установлен только для сельхозпроизводителей. Остальные организации, в частности, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, работающих на селе, потребляют электрическую энергию по высоким тарифам, что ухудшает их финансовое и экономическое состояние. Расширение перечня прочих потребителей, имеющих право на льготу по оплате электрической энергии, потребует дополнительных средств окружного бюджета в соответствии с финансо-экономическим обоснованием. Расширение перечня потребителей, имеющих право на льготы, потребует дополнительных средств окружного бюджета в 2019 году, предварительно в размере порядка 13 миллионов рублей. Законопроект будет рассмотрен в двух чтениях на сессии собрания депутатов, которая состоится 5 июля. Стратегия развития Ниницкого округа на ближайшие годы может появиться уже в сентябре. Все ее разработают участники образовательной программы развития региональных команд. Проект федеральный, он реализуется по поручению президента. Накануне в Наринмаре состоялись первые занятия. За парты сели 15 человек, это уже опытные управленцы. Здесь и заместители департаментов, и руководители различных отделов. С представителями власти занимаются приезжие наставники. Их задача – научить участников программы, которые работают абсолютно в разных сферах деятельности, взаимодействовать между собой. Ну а сегодня обсуждались главные проблемы заполярного субъекта. У нас проектная работа, соответственно, что мы делаем в рамках проектной работы? Это новый формат образования, когда команда сама формирует идею, формирует цель, понимает посыл от населения, зачем она, в принципе, это все делает. Вот первая из наших задач была проверить, вообще мы решаем актуальные проблемы или неактуальные проблемы. Вторая часть – это, собственно, понять, а кто еще в регионе в этом заинтересован и мог бы нас поддержать. Учимся взаимодействовать друг с другом, понимать, кто из нас что может этой программе дать, понимать, чего у нас нет и где это взять. То есть учимся думать, учимся систематизировать эту информацию, и в результате мы хотим наш округ развить. Образовательная программа поделена на пять модулей. Последние занятия пройдут в сентябре. К этому времени участники проекта должны подготовить стратегию развития Ненецкого округа. В дальнейшем ее представят Александру Цубульскому. Администрация Наринмара подала три заявки на конкурс по предоставлению субсидий из окружного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. Ранее их представили активисты рыбокомбината, жители микрорайона Старый аэропорт и улицы Полярная. Для подачи заявки гражданам и инициативным группам необходимо было собрать подписи жителей двора или района, внести свои пожелания и предложения в проект. Первая заявка – это проект по обустройству сквера на пересечении улиц 60 лет Октября и Рабочая. Место для благоустройства выбрано не случайно. В прошлом там находилась администрация их предприятия. Мы планируем здесь облагородить территорию, сделать планировочку, засеять красивой травой, сделать дорожки, какие-то деревья выкорчевать, какие-то новиды садить, скамейки поставить и освободить место под будущий знак. Все-таки необходимо людям помнить, что здесь работали. И вот весь наш поселок Рыбокомбинат, так он называется, потому что здесь был Рыбокомбинат. Вторая заявка предполагает строительство хоккейной коробки в старом аэропорту. Чтобы это было в шаговой доступности, бесплатно, дети свободные от учебы, время, могли прийти поиграть. И также сами взрослые мужчины пришли и поиграли. А также хотелось бы, чтобы эта хоккейная площадка летом переоборудовалась в мини-футбольное поле или баскетбольное. А это возможно технически. Третья инициатива позволит обустроить подъездные пути автостоянки у сельскохозяйственного рынка по улице Поляр. Если какая-либо из заявок будет одобрена и получит окружное финансирование, граждане также должны внести трудовое или финансовое участие в реализацию проекта в размере не менее 1% от стоимости работ. 10% стоимости финансирует муниципалитет, 89% – средства окружного бюджета. В целом размер субсидии не превышает 1 млн. рублей. Почти пять лет назад в Ненецком округе начал работу многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Обслуживание посетителей в тот период времени производилось только в Наринмаре. Сегодня отделение МФЦ полноценно работает в 18 муниципалитетах. Так, например, в телевисочном сельсовете с момента открытия окна многофункционального центра количество наименований, предоставляемых потребителям услуг, увеличилось почти в 4 раза, а количество обращений – в 10 раз. Согласно схеме развития системы МФЦ, офисы центра «Мои документы» открылись в каждом муниципальном образовании региона. Получение услуг по принципу одного окна стало доступным каждому жителю округа. Культурная столица НАУ, село Тельвиска, обзавелась многофункциональным центром – одна из первых. И представить этот населённый пункт без этого сервиса уже невозможно. В 2015 году за полгода было у нас всего 278 услуг. За 2016 году, за полгода, уже 541 услуга. В 2017 году уже почти 700 услуг. И сейчас у нас 800 услуг мы предоставили. Они с каждого равно всё растут, растут, растут. Современные удобные услуги сельского МФЦ доступны теперь не только жителям Тельвиски, но и жителям двух других населённых пунктов муниципалитета – деревень Макарова и Устья. Макарова приезжает. У нас есть определённый день, четверг, где они приезжают, мы их обслуживаем вне очереди. У нас даже есть объявления. Даже здесь было, что у нас нет здесь очередь, а я показываю, что у нас есть объявление, что Макарова без очереди. На сиденье ничего, претензий нет. Я их макаровских обслужила, они уехали, потому что им надо ещё возвращаться. Некоторые зимой они ходят пешком, им надо ещё вернуться. В список услуг сельского МФЦ добавлены новые государственные услуги. Наиболее востребованные из них – выдача замена паспорта гражданина России. Жители сельских поселений округа приобрели долгожданную возможность получить этот документ без выезда в окружную столицу. Кроме того, выдача российских водительских удостоверений при замене утрате теперь также производится в офисах центра «Мои документы». В помещении МФЦ имеется доступ к порталу государственных услуг. Стоит для посетителей специальный моноблок с выходом в сеть интернет. Здесь можно получить услуги в электронном виде. Наш специалист всегда может оказать помощь посетителям, как пройти по ссылкам, как получить услугу. Если заявитель сам обладает знаниями, он может сделать всё это самостоятельно. В перечне популярных электронных услуг, которые теперь можно получить в сельском МФЦ, получение и продление, лицензии на хранение и ношение охотничьего оружия, добычу охотничьих биоресурсов. Самые популярные услуги на сегодняшний день в нашем округе, это были много очень заявителей, получало услуги в электронном виде. Это выдача разрешения на добычу охотничьих биоресурсов. Сейчас была охота, как раз охотничий сезон. Многие воспользовались услугой в таком плане. Сельский многофункциональный центр заметно изменил инфраструктуру всего села. Есть МФЦ, который также предоставляет широкий перечень государственных и муниципальных услуг. Открылся у нас в октябре 2014 года. Мы все помним, как гражданам приходилось ездить в город, очень долго стоять в очереди за этими услугами. Часть услуг, конечно, оказывала местная администрация. Поэтому на сегодняшний день это метод единого окна. Он разгрузил и работу администрации, вот эту бумажную работу. В планах на 2018 год предоставление на базе МФЦ новой государственной услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации. Сейчас услугу можно получить только в Федеральной миграционной службе. Планируемая дата приема заявлений на оформление загранпаспортов нового образца – сентябрь 2018 года. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Наринмаре организуют фан-зону для болельщиков. 7 июля наблюдать за матчем «Россия-Хорватия» можно будет на большом экране, который установят на территории турцентра. Решение организовать фан-зону для окружных футбольных болельщиков на своих страницах в социальных сетях сообщил глава округа Александр Цибульский. Матч будет транслироваться на большом экране. Наблюдать за его ходом смогут все желающие. Тем, кто не только наблюдает за футболом с экранов и на стадионах, но и сам любит погонять мяч, предлагается собраться в турцентре заблаговременно и провести товарищеский матч в поддержку российской сборной. В ближайшее время будет проведено организационное совещание по подготовке и проведению мероприятия, где будут уточнены все оргвопросы, касающиеся расположения игрового поля и зоны трансляции. Кроме того, рассматривается возможность организации на территории туристического центра выездной торговли. Напомню, Россия сыграет с Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2018. Матч состоится в Сочи 7 июля и начнется в 21.00 по московскому времени. В Оксино определили победителей спортивных соревнований под одним небом. Ежегодный праздник, посвященный Дню молодежи, традиционно собирает лучших молодых спортсменов из сельских поселений округа. В 2018 году участие в нем приняли пять команд из сел Тельвиска и Оксино, поселков Красное, Нельминос, а также деревни Каменка. Первое место в общекомандном зачете заняла команда из Красного, а второе место досталось спортсменам из Нельминого носа. Замкнули тройку лидеров хозяева соревнований команды села Оксино. От каждого муниципального образования к участию допускалось не более 10 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Спортсмены жили в полевых условиях на территории физкультурно-оздоровительного комплекса села Оксино. На протяжении двух дней команды из муниципалитетов округа соревновались в перетягивании каната, волейболе, легкой атлетике, мини-футболе, а также в интеллектуальном и творческом конкурсах. Победители определились как в отдельных дисциплинах, так и в общем командном зачете. На следующий год организаторы планируют немного изменить формат, сбалансировать спортивную часть с большим количеством творческих и интеллектуальных заданий. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.